Перемечка Зои Наугольных настаивает на повторном обследовании. Напомним, 80-летняя пенсионерка лишилась своего единственного жилья. По словам пожилой женщины, соседка по дому, воспользовавшись ее доверчивостью и неважным состоянием здоровья, заманила ее в многофункциональный центр и обманом заставила подписать договор купли-продажи квартиры. Назначенная судом психологическая экспертиза показала, что Зоя Алексеевна способна отдавать отчет в своих действиях. Теперь ей грозит выселение из единственного жилья. С трудом поднимается по лестнице, а через силу открывает входную дверь. Обивать пороги судебных инстанций 80-летнюю Зою Алексеевну заставляет нужда. Пенсионерка рассказывает, несколько месяцев назад соседка по дому повезла ее в МФЦ. Она некоторое время оплачивала за нее коммунальные услуги, а тут якобы потребовалось оформить доверенность для совершения этих платежей. Осенью же Зоя Алексеевна узнала, что квартира ей больше не принадлежит. Как выяснилось по документам, пенсионерка продала свою двушку на второй вышке за 1 750 000 рублей. Пожилая женщина полагает, что находилась в тот роковой день под действием дурманящего вещества. Зоя Алексеевна говорит, что никаких денег ни от соседки, ни от кого-либо другого она не получала. А главное, у одинокой пенсионерки не было даже умысла расставаться с единственным жильем. Пожилая женщина обратилась в суд с иском о признании сделки купли-продажи недействительной. Назначенная судом психологическая экспертиза показала, что Зоя Алексеевна способна отдавать отчет в своих действиях. Сейчас юрист, представляющий интересы пенсионерки, настаивает на повторном обследовании и требует пригласить дополнительных свидетелей. Вызвать свидетеля в качестве свидетеля представителя МФЦ, специалиста, который принимал документы от лиц. Также мы ходатайствуем о рассмотрении вопроса о проведении повторной комплексной психолого-психиатрической экспертизы. К слову, соседка Зоя Алексеевна ни разу не явилась в судебный процесс. Интересы новой хозяйки квартиры защищает нанятый ей адвокат. Пенсионерка попросила оформить принудительную явку ответчице, чтобы та пояснила, каким образом происходил расчет между покупателями и продавцом, а именно кому и когда отдала за квартиру деньги и многие другие вопросы. Что бы там ни решили, как бы там ни решилось это все, как они надумают, не знаю, но я свое право должна отстоять, потому что я честно заработала. Работала на военке, чтобы таскала эти ракеты, не для того, чтобы какой-то тваре отдавать свою квартиру. Суд ходатайство пенсионерки удовлетворил. На следующем заседании опросят дополнительных свидетелей по делу, в том числе и медицинских экспертов. После этого суд примет решение о назначении или отказе в назначении повторной психолого-психиатрической экспертизы. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.